Первый этап наложения непрерывного обвивного шва аналогичен по технике наложению простого узлового шва. После выкола иглы через ближний край раны вяжется по всем правилам первый фиксирующий узел. Продолжение следует... Далее иглу перезаряжают в первоначальное положение. Отступив в сторону от первого стежка 5-7 мм, сближаем края раны вторым стежком, аналогично первому. Для предотвращения расхождения краев раны при наложении последующих стежков, ассистент удерживает нить в натянутом состоянии по направлению выкола иглы. Длина нити при наложении любого непрерывного шва должна быть достаточной и определяется протяженностью шиваемого участка. Последний фиксирующий узел вяжется следующим образом. Предыдущий стежок шва полностью не затягивается. Под него продевается половина свободного конца нити так, чтобы с одной стороны получился двойной конец, а с другой – одиночный. Подтягивая за концы, прижимаем незатянутый стежок и затем вяжем узел обычным способом. На завершающем этапе срезаем свободные концы нити первого и последнего узлов с соблюдением соответствующих правил.